Какая чудесная трансформация. Мы были в студии, а теперь раз и переместились на улицу, где достаточно комфортно, хотя и прохлада. Молодец, что одела шума. А с чем связано наше появление здесь? Ну, поскольку мы сегодня говорим, вот это мужское, женское, кто что должен уметь, кому обязан, ну, я решил немножко Юленьку, если ты, конечно, не против, поучить, ну, каким-то навыкам владения автомобилей. Тем более, что мы случайным образом нашли здесь какой-то автомобиль. Скажу по секрету, это автомобиль Вики Столярова, которая пока не знает, что сейчас мы будем проверять уровень масла в ее машине. Как-то так сложилось, что всегда машинами, автомобилями занимаются именно мужчины, женщины в этом. Ну, по крайней мере, я вообще ничего не понимаю, поэтому давай, показывай, учи меня. Так, хорошо, ты знаешь, где у машины капут? Ну, хотя бы это я знаю. Хочешь попробовать открыть? Давай я посмотрю. Тут еще проблема открыть его. Ну, да, знаешь, когда это, в общем, не твоя машина. Все, 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 справился. Итак, скажу тебе честно, для того, чтобы машина завелась и поехала, в нее нужно залить что? Наверное, бензин. Бензин. Машина ездит на бензине. Но бензин – это не единственное, что нужно периодически заливать в машину. Иногда, для того, чтобы она работала хорошо, в нее нужно заливать масло. Слава богу, это приходится делать реже, чем заливать бензин. Но следить за уровнем масла периодически все-таки нужно. Проверить уровень бензина несложно, все на датчиках показывают. Да, в машине есть специальный прибор. Насчет масла. Тебе необходимо заглянуть под капот, понять, где у тебя что, и прежде всего найти вот такую желтую штучку. Она выглядит одинаково практически во всех автомобилях. Русская, немецкая, японская машина не важна. Для удобства это выглядит практически всегда вот так. Вот такая штука. Вот. Элегантно достаешь и смотришь на то, как… Располагается масло. Да, как-то сюда. Здесь я где-то тряпку оставлял, и она мне вот сейчас будет нужна. Посмотри-ка. Куда-то она у нас… Вот она у нас улетела с того. Вот. Это ничего не значит, то, что мы видим сейчас, потому что необходимо сделать следующее. Так сказать, обезжирить поверхность и вновь вернуть эту штуку, а эта штука, между прочим, называется щуп, на место. И теперь вновь достать. И теперь не менее элегантно достаем ее. И видим, что с уровнем масла в двигателе автомобиля Виктории Столяровой все прекрасно. То есть, смотри, масло должно располагаться вот в этих четырех отделениях, где-то это нормально? Желательно посередине. Ага. Не ниже и не выше. Ну, знаешь, все это интересно, и все это, в принципе, по крайней мере, вот по поводу масла понятно и легко. Но, на мой взгляд, все-таки обязанности, что касается автомобилей и вот какого-то разбирательства здесь, все-таки, я думаю, это мужская прерогатива, и оставим это на мужчин. Согласен? Ну, хорошо, в общем-то, знаешь, это несложно, но бывают в жизни ситуации, когда это мужик пригодится, да? Приедешь на автосервис, он тебе скажет, вы знаете, у вас в машине низкий уровень масла. Подождите, я прорисовала. Мой друг и учитель Алексей учил мне это. И, возможно, это поможет тебе с сохранностью семейной улицы. Спасибо большое, Леша. Возможно, мы будем продолжать, и дальше ты покажешь, как разбирается карбюратор и что-нибудь там еще, не знаю. Насчет карбюратора, знаешь, мне нравится, что ты знаешь это слово, но это далеко в прошлом. Современные автомобили лишены этого рудимента.